Илья, да, день добрый, спасибо большое, что согласился к нам прийти на наш канал, на наше интервью. Я сразу к вопросу, мы все детали о тебе распишем внизу под видео, так что долго рассказывать не буду. Хочу спросить самое главное, начать издалека, с истоков. Насколько мы знаем, ты закончил лицей с естественно научным уклоном, затем технический университет в 98 году, затем аспирантуру, затем стал младшим научным сотрудником, затем доцентом кафедры вычислительной техники и в итоге директором института. Как удалось не сбиться с научного пути в те смутные годы? Ну, я же еще не ответил, да. Во-первых, никто не говорит, что не сбиться, ибо путь тернист был долг. Да, я закончил действительно, даже не естественно научный, я закончил математическую школу, которая в то время стала лицеем и закончил именно математический класс, за что очень благодарен до сих пор этой школе, потому что ведь могли когда-то в школе прививать любовь к математике. Именно она потом ввела тебя в университет, выбирала специальности, на которых было много математики. Так еще и с физикой было неплохо, поэтому да, я выбрал физтех, хотя у меня был настрой туда за два года до окончания школы поступать. Ну, там была крутейшая специальность, связанная с информационными технологиями уже тогда. Поэтому все было понятно и очень расчетливо. Но за годы в университете было понятно, что скорость развития IT такая, что как можно быстрее и раньше надо получать практику. Ну, то есть вот у тебя сорвался фундамент, все, беги, осваивай, ищи, чтобы быть не просто наравне с преподавателями, а даже иногда и в практических знаниях превосходить. И мне пришлось начать работать немного после первого курса, интенсивно после четвертого. То есть на четвертом курсе я уже командовал целым отрядом ребят, желающих стать айтишниками. И это, конечно, меня увело из университета. То есть после окончания шестого курса, а тогда на физтехе учились достаточно долго, считайте, сразу магистратура была как бы встроенная. Я вполне себе работал, но вот иногда, как бы сказать, культура и ответственность не позволяют тебе успокоиться. Было некоторое обещание родителям, что кандидатскую я защищу. У меня папа доктор наук. И на вопросы типа, ну что, тебе все равно приходилось бы как-то ответить. И, конечно, родители, которые в тебя вкладывались, тебя любили и любят, ты рассказал, что защищу, должен это сделать. И мне пришлось гигантским усилием над собой через 4 года таки защитить кандидатскую. Ну, как бы я считаю, что она сыграла, конечно, свою роль правильную, связанную с тем, что на стыке. Это айти и химия, как бы, которая в материаловедении, которая дала очень важный аспект понимания другой профессии. Ты, как айтишник, должен был ковыряться с их формулой, материалами, спрашивать и быть таким вот понятливым для них. Ну, вот, собственно говоря, и все. Хотя в это же время я уже создал свою компанию, то есть, вот, за 2 года защиты я был с организатором интернет-телеком-компании, которые в то время создавались небольшие, и бизнес тогда осваивали маленькие IT-компании. И каким-то чудом мне удалось защититься, потому что, ну, поверьте, когда вы создаете бизнес, вам приходится с головой туда погружаться, и мой рабочий день состоял, ну, в общем, он был с 8 утра до 12 вечера, с перерывом небольшим на сон и обед, но это было суперинтересно. Когда в городе Екатеринбурге, как устроен интернет, и как он работает в 2000 году, знали 4-5 человек, а ты один из них. Ну, прикольное ощущение, согласитесь? Вот, ну, я уже к зрителям. Поэтому, конечно, я ушел с этой дорожки, но обещание меня туда вернуло. Сразу защитившись, я ушел из университета, фулл-тайм работать не стал, я работал в этой же компании, потому что мне хотелось ее поднять на еще более высокий уровень и продать, не знаю, Ростелеком, МТС, еще куда-нибудь. Не получилось, одна из моих там ошибок была, параленческих, тоже интересная. Но появилось, ну, я остался в университете читать один курс, ну, как многие из нас, вот, аспирантов, бывших, защитившихся. Потом я читал два курса, потом я читал три курса, и потом я обнаружил себя, читая еще четыре курса, потому что беспокойство, чему же учат айтишные студенты, меня вообще не отпускало. И тут я понял, что, как бы, ну, как-то странно, работать немножко, а читать четыре курса, ну, и в результате небольшого бунта был переведен, мягко выражусь, с этой кафедры на другую. Но мне разрешили создать свою. А это другое отношение. То есть, когда тебе в 29 лет дают возможность создать свою кафедру по своему видению, то это не труд ученого, это труд, опять же, предпринимателя-управленца. Ты свои идеи внутренне реализовываешь. Поэтому как можно было в такую ситуацию не вернуться? Когда тебе говорят, ну, на, ну, делай. И вот Олег Игоревич Никонов, в руки которой я попал, великолепный человек, отличный руководитель, как пример, дал мне странную возможность делать, что я хочу. Ну, и, собственно говоря, вот, потом до директора института уже это был вопрос времени дохождения, потому что ты понимаешь, что ВУЗ может работать по-другому, что это не бюрократия, а это возможность, что можно взять и замыслить кафедру, которая будет для студента работать. То есть, он и их центр вращения всего вокруг него. А потом и целый институт, и у этого института тоже есть своя концепция. Но помогают некоторые вещи, которые в науке полезны. Ты же в науке тоже сначала ставишь некоторую гипотезу. То есть, есть замысел того исследования, в которое ты сыграешь, и он только твой, который, ну, с коллегами обсудил. Его никто тебе сверху не спустил. Типа, вот идите там, проверьте. Нет, это же твое. И вот эта свобода университета, что в исследованиях, что в ворк-процессах, крайне важна и доставляет, на самом деле, огромную массу удовольствия. Не всегда в бизнесе так можно. Как так получилось кафедру получить? Вот если в 29 лет мы можем как-то отдать совет нашему зрителю, что для этого можно сделать? У меня был плохой совет. То есть, я зачем-то решил, как бы, думать и говорить о том, что, ну, надо же по-другому. Ну, я же в бизнесе, я же знаю, почему это не так издалека. Я же говорю, ну, вот. И тут, как бы, появилась странная возможность. Заведующий, у которого работал, Сергей Людович, сказал, да, помни, иди и сам реализуй в другом институте только. Олег Игоревич, я пошел к Олегу Игоревичу не с первого раза, но со второго. Мы как-то нашли общий язык. Хотя я не хотел работать в университете. Но потом мне удалось создать уникальную ситуацию, управленческую. То есть, одна из задач было минимизировать свою управленческую загрузку в университете. И оказалось, что читать курсы – это приятнейшая работа, возиться со студентами, с дипломниками. И делать свою истинную мечту в университете – это стартапы со студентами. Я всегда говорил, что вот оно, предназначение профессора, высокотехнологичный стартап, когда ты от собственной идеи или от идеи группы студентов можешь дотянуть это все, до создания проекта, у меня проекты со студентами получались, получаются. Но вот что-то такого прям стартапа, как в Стэнфорде или в MIT, еще не было. Но я тайно надеюсь, что когда-нибудь будет. Но здесь должно было стечение обстоятельств. Повести вам с руководителем, который бы дал возможность быть первым. Не сказать, побудь пока замом заведующего, побудь что-нибудь, нет, на и делай, как ты считаешь нужным. Это же страшно. Вы бы много отдали 29-летним, сказать, ну на, порули там. Ну мне сразу 30 исполнилось, но все равно. И это была майская затея, которую мы легализовали к августу. Но была смелость у руководителя. Я сейчас много оттуда беру и тоже доверяю. У меня много 30-летних, которым я говорю, ну на, бери, делай. Не всегда могут, но рано или поздно выстрелят. Индивидуальные образовательные траектории – это о той же мысли, о стартапах, которые делаются вместе с преподавателями? Ну это от мысли, но от другой. Это хорошо, когда у тебя есть мысли, которые ты можешь подумать или реализовать. Ведь начало бывает разное. Вот смотри, очень простой пример. Ведь есть традиционный подход к образовательной программе. Я в нем жил, и я не знал, что бывает по-другому. А эрудиция иногда нам мешает жить спокойно. То есть я набрал на первый курс первых своих студентов 26 человек. Вот сейчас ты поймешь, что это классическая схема. У которых было 18 курсов математики, 25 курсов спрограммирования. То есть я по образу и подобию, конечно, стащил. 13 по дороге я выгнал. Закончило 13 человек. Ну прям такая нормальная советская школа. Это был набор 2006 года. Причем ряд выпускников до сих пор работают у меня. Это очень радует. И в университете, и в компании. Значит, я считал, что это идеальный вариант. Но потом понял, что мои усилия и группа моих друзей, которые вот тусят в этом, ради 13 выпускников, ну, чересчур много. То есть это вложения огромные. Поэтому мы решили тихонечко начать расти. Ну, в 13 человек индивидуальной траектории не нужны. Ты же их готовишь как себя. Это же киборги, программеры, бакендеры и так далее. Или фуллстэк разработчики. Ну, конечно, там училось в первом наборе 5 девочек. До второго курса ни одна не доучилась. Ну, потому что математика, физика, все как надо. Тяжело прям вкалывали. Ну, мы потом исправились. И некоторые из них вернулись и доучились. И потом мы просто научились видеть разнообразие IT-профессий. А вот как ты только его начинаешь замечать, и у тебя больше студентов, то есть при 100 студентах мысли у тебя станут другие. А, ты станешь не всех узнавать на улице по имени и по фамилии, потому что 100 человек на каждом курсе, их уже 400. Ну, плюс-минус сурка, утряска. Во-вторых, ты понимаешь, что среди 100 человек не все фуллстэк-разработчики. Кто-то, например, хотел бы заняться аналитикой. Кто-то прирожденный руководитель. Надо потренировать ему. Кроме математики, эту способность. И тут родилась первая идея. Давайте сделаем 4 траектории на выбор студентов после второго курса. Это был разработчик, аналитик, значит, менеджер проектов и специалист по продаже сложных цифровых решений. Оказывается, продажник в цифре – это не продажник муки, рельсов и дерева. Он должен иметь навык аналитика, понимающего, что же истинно нужно тому заказчику или клиенту, к которому ты пришел, или тот рынок, в который ты врываешься. И мне повезло очень с Екатеринбургом. Это же город уникальный в своем видении, состоянии, ощущении. Я сказал бы так, город равных, город очень бодрых. И коммуникация, которую я провел в 2010 году, когда появилась версия с траекторией, она была мгновенной. Я попросил компаниям ответить на мои вопросы по этим 4 трекам. Они нужны вообще или нет? И мы очень быстро и легко собрали материал, ну, примерно за год. Это быстро, я считаю, для такой штуки. Вот сколько, как делать, учить. Мне дали рекомендации по построению учебного плана, по преподаванию, кто как должен вести. Появились первые вот эти нотки проектного практикума для студентов. Он тогда был зарожден. И 4 траектории, 100 человек покрывали. В смысле, вот они закрывали эту потребность. А дальше компании пришли с вопросом. Слушай, у тебя получилось 100-150. Но для Екатеринбурга это капля в море. Что-нибудь придумай. Я говорю, что я могу придумать? Мне со 100 человеком работы, во. Они говорят, ну, хотя бы тысячу. И тут ты, конечно, начинаешь думать, а ведь завод, производящий тысячу, он отличается от завода, который 100 производит. То есть опытное производство и серийное. И нужны другие технологии. Поэтому, собственно говоря, вот здесь пришлось много поработать и головой, и эрудицией. И понять, что, ну, современный ребенок, жизнь супермаркетов, выбор все время, как бы, современные эти профессии, выбор все время, там все время что-то меняется. Как успеть? Как фиксировать, можно, учебный план у айтишников, когда за 4 года, ну, мы видим там генеративные сети, искусственный интеллект, опять меняет все. Мы же только привыкли к тому, что было. Там мобильная разработка проходила. Интернет-вещи, сети по-другому рассматривались. Поэтому было принято решение вот ту модель траектории превратить в модель спецкурсов. Ну, их должно быть много. Разнообразие выбора спецкурсов, оно и будет ключевым в IT-образовании. А ядро останется. Мы не можем позволить себе не готовить человека с высшим образованием. То есть ты не можешь убрать математику, по моему мнению. Ты не можешь позволить себе убрать физику, потому что радиофакт-инженерный факультет, институт, и многие из наших ребят идут в реальную производство. Ну, здесь надо приземлять знания математики исключительно в физику. Поэтому я бы очень сильно переживал, что физика совсем все было плохо. Я бы даже химию вернул. Ну, это надо делать осторожно, потому что объяснить же надо, куда химия. Хотя у меня как у IT-шника химия была, пригодится. Поэтому мы сейчас немножко будем варьировать ядерную часть. Но у нас роботы относится к тому процессу, который мы называем образованием. Процесс получения высшего образования в университете. А спецкурсы – это процесс подготовки. Я хочу быть там фронтентом разработчиков, вот иди там на спецкурсах себе в фронтент и тычи. Мы теперь тебя спокойно на них можем отпустить. И там надо быстро с партнером достичь результата. Поэтому индивидуальные траектории у меня были объяснимы, почему. И почему в IT, потому что партнеров… Вон, Екатеринбург – отличный город, и как я уже говорил, сейчас 50 партнеров участвуют в производстве и введении 80 спецкурсов. Вот она жизнь студентов наша. И им нужно в этом пространстве выживать. И мы получаем человека, который умеет это делать, а он в жизни примерно этим потом будет заниматься. Но этот опыт и первые шишки, которые мы набили с IT-шником, мы сейчас масштабируем на информационную безопасность, на радиотехнику, а там по-другому. Это другие люди, и там другой должен подход. Их немножко поменьше, не тысячи человек, но это уже сотни все равно людей, то есть 200-300 человек на курсе. И там просто будет иной подход, но он тоже должен нести такую, давай назовем, бодрость и радость образовательного процесса. Ну, чтобы ты стремился в нем учиться и желание это делать, а не от того, что тебя отчислят и заберут там в армию, или там ты не найдешь хорошую работу. Задача университета мотивировать к образованию высшему, чтобы ты там доучился, а потом попал в спецкурс, и дальше сам беги. Потому что там партнером можно тебя уже отдавать. Вот такая версия индивидуальной траектории была у меня в голове, и мы ее в 2019 году действительно начали делать. И в прошлом году был первый выпуск, в 2023 году. Мы уже увидели, какие правильные или не очень эффекты у нас получились. У нас разные эффекты были, то есть надо понимать, что не все так вот раз красиво придумал, сделал. У нас были определенные осечки, бунты, разговоры со студентами, с их родителями. Например, индивидуальная траектория выбирает систему академических групп. А мы же к ним привыкли. Группы встречаться на 30-летие окончания университета, это как они будут? Ну, например, такие вещи. 50 партнеров. Это значит, каждый партнер дает тебе одного или нескольких преподавателей. Правильно я понимаю? Вот слово партнер здесь очень важно. Мы делаем что-то вместе. Ну, то есть можешь дать преподавателю, ну, и вести курс, в виде курс. Хотел бы с нашими студентами делать вместе проекты по своему стеку технологии направления в виде. Хотел бы отбрендировать аудиторию, брендировать. Хотел бы поучаствовать в событии, поддержать соревнования, чемпионат или выставку проектов, или день рождения радиофакта. Поддерживает. У нас целое такое меню есть, которое каждый партнер может выбрать под себя. Потому что у них немножко могут быть разные цели, они ведь тоже разные, им тоже надо давать выбор. И вот в ходе там последних примерно 10 лет мы выставили такую достаточно прозрачную систему. То есть есть специальный отдел по работе с партнерами, который вот ведет, убирает бюрократию, сопровождает в процессе. Ну, представьте, партнер ведет занятия, ему надо по уважительной причине перенести пару. Ну, кто в вузе работал, понимает, что это некоторая волокита. А у нас это все делается по телефонному звонку, быстро согласуется, оформляется все бумаги за партнера. Вот этот отдел сопровождения, он решает все вопросы. Как вы качество этих партнеров проверяете? Я приведу какой-то конкретный пример, или может быть ты можешь дать какой-то пример, где партнер дает, например, преподавателя, который где-то не тянет, студенты, может быть, недовольны. Бывают такие случаи? Как вы с ними боретесь? Здесь ситуация скорее немножко иная. То есть могут быть на контрасте с партнерами недовольны твоим преподавателем. Это больше обидать тебе, что-то делать надо тогда. Как правило, партнеры, но они же заинтересованы в качестве, это же как бы наша общая задача, и вот таких негативных-то отзывов нет. Но смотри, какая история. Система спецкурсов, она же добровольная, а у студентов есть портал, связанный там с ответами на все вопросы тестов, которые вдруг мы придумаем. Есть места коммуникации про курсы. И представь, что партнер курс-то заявил, а на него никто не пришел. Вот иди, теперь разбирайся. А если у тебя на этот курс конкурентный отбор 10 к 1, то есть желающих туда пробиться, и в первые 2 минуты выбора этот курс разбирается целиком, ну, скорее всего, нормально. И так бывает? Такой конкурс? Громадный. То есть у нас же 4 волны выбора. То есть вот если ты учишься в среднем балл, у тебя в рейтинге от 90 до 100, ну, по стобальной шкале, то твой выбор, условно говоря, начинается в 10 часов утра. Если в 80-90, то в 11, потом в 15 и так далее. То есть чем лучше ты учишься, тем раньше окошко выбора у тебя откроется. И вот там начинается. Конечно, нехорошо быть в 3 волне. Ну, с нулевой по третьему шайкишники у нас. Все с нуля считается. Поэтому здесь качество, оно на основе рыночной немножко экономики. Конечно, у нас есть методотдел, смотрим, работаем, методический совет и инфекционная комиссия. Но здесь больше контроль все-таки за преподавателями вуза. Ну, чтобы... Сам ты понимаешь, что в спецкурсе очень важна актуальность информации. Поэтому мы преподавателей больше грузим в базовой части, то, что мы называем ядерная часть программы, а спецкурсы практически все отданы партнерам. А сколько процентов часов делегируется на партнеров, а сколько на... Вот на систему спецкурсов, по моим расчетам, мы где-то до 30% можем отдавать. Это достаточно большой объем. Но я его и называю в большей степени системой подготовки, там, вот профессию. Потому что нельзя забыть дать высшее образование, потому что вот этот навык, который дается в спецкурсе, часто он такой инструментальный же, как бы вот... Веб-разработка, мобильная разработка, серверная разработка. У них есть базовая часть, конечно, какая-то, но потом что-то поменялось, и образование позволяет тебе новую, как бы, историю освоить, ну, новую специализацию, развиваться и в компании, и там, в технологическом стеке и так далее. Поэтому супер важны обе составляющие. Ну, как важность математики, там, в IT образование. Как у вас с наукой в университете? Я знаю, что вы, вот лично ты участвуешь в программных комитетах некоторых конференций, в том числе не только у вас в университете, и в Иннополисе, и в Сколково. Это важно, это нужно. Вы это проводите, или это такая сайт-трек-активити для тебя? Это и то, и другое. То есть, никто не отменял активность. То есть, вообще, руководители все должны быть очень активны. Я и молодежь гоняю. Я говорю, вы должны, как бы, достаточно большой объем времени в командировках и участие проводить. Но важно, насколько осмысленно. Вот моя борьба с бессмысленными статьями, она сейчас как-то привела к некоторому порядку, потому что, ну, ты как исследователь понимаешь, что надо сделать немного, но очень хорошее исследование, которое не стыдно публиковать в хорошем журнале, нежели там 20 конференц-пейпер и так, вот, типа, у меня там столько-то статей вышло. Поэтому здесь борьба за качество очень важна при активности. Но больше внимания все-таки мы сейчас стали уделять вот качеству и исследованиям. Что хорошо, по айтишной части у нас их много никогда не было. У нас такой гринфилд. А давайте строим все заново, выяснять, куда мы пойдем, кто из партнеров потом нас поддержит и так далее. А радийная часть у нас, ну, такая, очень традиционная. Она была, она есть, мы свои специализации знаем. И наработки в ней идут. Но сейчас открывается новое окно возможностей, связанное с тем, что потенциальных заказов в НИР очень много. Но большинство университетов, кто жил там спокойно относительно последние годы в НИРах, они же чувствуют этот кадровый разрыв. Когда ты спросил, почему я не ушел из вуза. Ну, так это же редкие истории очень. Вот мне там, я считаю, что мне повезло, мне из-за этого очень интересная работа. А когда у тебя 70 плюс в основном состав и 30 минус, а серединка единичная, ну, попробуй построить такую воспроизводимую, качественную систему проведения исследований. Управление исследований, прогнозируется, продажу исследований, все равно нужно притом денег иметь. Вообще культуру исследований можно потерять. То есть как исследовательский протокол в этом случае ставится, откуда культуру брать. Завозить, пытаться эти поколения соединить между собой. В общем, классная задачка, как бы, и мы сейчас в нее серьезно играем. Это и новое направление в IT, и учимся организовывать и завоевывать обратно те рынки, которые были упущены в радиотехнике, в радиоэлектронике. И, например, направление микроэлектроники развивать, направление там дополнительных, которых раньше не было. Здесь тоже интересно, важно смотреть, куда партнер смотрит. Мы опять приходим к пониманию слова партнер, а не заказчик. А вы куда двигаться будете? А давайте мы с вами, давайте вместе строим, давайте вместе искать поддержку. Потому что вам это надо будет в 30-м году, и мы готовы с вами сюда поедем. И готовы нацелить туда образовательные программы. Ну, в общем, эта история была и в моменты создания факультетов таких вот специализированных. То есть, под кого-то же строили, кто куда пойдет, там, в систему управления, или там, в космос, в авиацию, в подводные лодки, не знаю, там, в мирные транспортные системы. И вот это очень важно сейчас, понимаете, мы сейчас полноценно в нее играем, поэтому очень активно. А все-таки как? Как вернуть этих 30-70 исследователей в ВУЗ? Каким способом? Задача простая сейчас. Первое, чтобы как можно здоровее и лучше себя чувствовали те, которым 70+, чтобы они ощущали свою важность и не угасали. А дальше привязать к ним или через посредника, в смысле, где-то срочно вырвать 40-летних, 50-летних, которые готовы там возглавить направления новые, и соединить их с 30-летними еще успеваем. Вот еще 10 лет, и можно было все закрывать. А сейчас, мне кажется, что как бы шанс очень неплохой, просто нужно потрудиться больше, чем мы привыкли. А студенты твои публикуются на конференциях? Вы их к этому подталкиваете? Вы их за это как-то награждаете, мотивируете в эту сторону? Да, то есть, ну смотри, есть же стандартные механизмы каких-нибудь стипендий, губернатора, президента, правительства разных и так далее. Но мы сейчас, мы же хотим с опережением играть. Вот по искусственному интеллекту стипендий не было. Ведь нужно было. И вот мы год назад внутренним здесь комитетом учили свою стипендию институтскую. Вот сами решили. И решили, что 10 студентов будут получать приличную стипендию, там 25-50 тысяч за успехи в исследованиях по искусственному интеллекту. И мы сами будем решать с компаниями, представителями, ну эти директорами, директорами по исследованию, кому давать эту стипендию. Инструмент работающий. Мы можем здесь позволить себе некоторую венчурную историю. Мы тебе доверяем, ты хорошо, как бы вот прошел этап. Давай выйдем на хорошее исследование, понятно кому, с публикацией нормальной статьи. Просто опыт был, то есть вот если берешь исследователя высокого уровня и к нему прикрепляешь талантных студентов, то в принципе год-полтора выходит хорошая статья. У нас вышли там и в конференциях A, и A+. В искусственном интеллекту было как бы, ну вот, год еще, когда все было открыто. Амстердам и Гонконг. Ребята прям съездили. И это тоже хорошо. Ну пусть сейчас мы там, Россия, Китай, можно будет поездить все равно. Это очень важная история. Мы поддерживаем такие перспективные направления. Сейчас государство дает на микроэлектронику, то есть отдельную программу умник, отдельные стипендии назначают. Ну и мы, соответственно, туда двинемся. И здесь важно, вот мы когда про индивидуальную траекторию говорили, там же я забыл сказать про очень важный фрагмент, это проектный практикум. Это же тоже индивидуализация. Какой проект, в какой роли, с кем ты делаешь? С исследователем или с промышленным партнером? Социальный какой-то проект делаешь? И нам пришлось сейчас явным образом выделить исследовательский трек проектный в нашей истории вообще. Потому что надо проверять гипотезу. Может, у тебя есть счастье быть исследователем? Это же специфический склад ума, характера, коммуникационный режим. И многим нравится. И ребята сейчас с первого курса могут примерить на себя вот эту роль. Я исследователь. И опыт показывает, что и после этого они выиграют умников. Ну, легко, потому что есть с чем идти, они не пустые. И нам придется прям эту культуру прям очень сильно как бы развивать, чтобы их было с избытком. Ну, как я уже сказал, мы же сильные выросли. То есть сейчас мы тысячу-то набираем. А значит, у нас выбор из студентов, который попадает, он просто больше. Потому что 100 человек на исследовательском треке тебе кажется небольшой суммы, но как-то это большое количество людей. Даже с них 10 останется, ты уже победил. А какой процент студентов хочет быть исследователями, по твоему мнению? У меня базовая гипотеза была, что 10. Сейчас мы будем молодцы, если получим 1-3. Я прочестный. Да, я прочестный от количества. То есть это те, кто правда может и хочет одновременно. Ну, ты понимаешь, мы живем сейчас в такой обстановке, суперпривлекательной истории быть просто айтишником. Веб-разработчик. И все сразу полетело у тебя. У тебя сразу какая-то карьера, зарплата. Ведь исследователям нужно потерпеть. Нужно им стать. Поэтому мы пока здесь сами себе мешаем. Но судя по срезам рынков в других странах, все-таки самая счастливая профессия в айти это ученый в цифровых технологиях. То есть как бы компьютер-сайенс и там ты исследователь. Вот эта история хороша. Я думаю, что мы к ней потихоньку приходим. Мы видим, по примеру, наших университетов российских, в Москве, в Питере, что эта профессия хорошая, высокооплачиваемая, крайне интересная и очень еще стабильная. То есть ты из нее просто так не исчезнешь. Этот навык ставится не быстро. А она что, в перспективе более высокооплачиваема, чем тот же веб-девелопер? Да. Тем более, что риски веб-девелопера высокие. Перестать им быть, например, за счет развития генеративных нейросетей или копайлот-систем, которые дописывают, повышают производительность этих веб-разработчиков. Или там джуны медлов подсидят, или медлы джунов настолько производительны станут. В общем, там есть риск свертки этого пространства, рабочих мест. А вот в исследователях нет. Нет, человек всегда будет желать чего-то нового, и там можно развиваться достаточно сильно. Мне кажется, эта профессия очень перспективная, и потому что еще их мало. То есть ты конкурируешь в 97% или в 3%. Прикольно. Но они почему-то не хотят. Это, значит, связано с чем? Они не понимают, что там много денег, или, может быть, это... Порог входа и трудолюбия. То есть мы требования к исследователю заведомо даем выше. Но математику же он должен знать, если ты в искусственном интеллекте делаешь. То есть это же частный случай как бы математического моделирования мы называем искусственным интеллектом. Ну, это же очевидно, что тебе математика понадобится, и программирование понадобится, и работа в коллективе таких же ученых из старших тебя и младших тебя по статусу и по званию. В общем, здесь есть некоторые истории, в которые нужно уметь встраиваться. А веб вот он. Со второго курса иди работай, уже тебе приличные деньги заплатят. Я думаю, что это боязнь сложных проектов и большого объема работ. Но это можно тихонечко воспитать, что это и классно. Давай, давай, давай. Потому что надо просто в нее, так сказать, подольше поиграть. Знаешь, я вижу, по крайней мере, по своим студентам, или по тем, с кем я общаюсь, которые студенты в вузах российских, они очень часто, заканчивая магистратуру здесь, в России, они говорят о том, что вот в аспирантуру я поеду куда-то в тот же Амстердам, в Сингапур, в Америку. Как это можно остановить? Как сделать так, чтобы они здесь оставались, в аспирантуре? Чего нам не хватает? Этим вопросом напрямую не задавался. Я задавался больше вопросом, почему из Екатеринбурга, прекрасного города, едут иногда в Москву и в Питер? Ну, там, в магистратуру или в аспирантуру, как ты сказал. Мне кажется, что уровень решаемых задач. То есть, вот, деньги, конечно, там побольше платят, возможно, а вот сейчас, может, кстати, выровнялось все более-менее. А вот все-таки большие города, большие возможности, да, то есть, большие возможности коммуникации и получения, ну, сверхзадачи, участия в задаче мирового уровня, вот это надо исследовать, потому что на самом деле, по моим размышлениям, вот этот вот срок или путь ученого, он на самом деле не длинный, когда он суперспособен создавать новое, потом наступать будет молодежь, да и у тебя там, как бы, немножко голова может меньше начать работать. Вот этот период, он не такой длинный, и в него надо очень много успеть. А включенная задача мирового уровня или задача сверхсложную, она прям греет сердце их и хотят они ее решать. Кстати, у управленцев такое, у инженеров бывает. Поэтому мне кажется, что переезд, если, как бы, с ним, так говоря, бороться, он будет возможен, такая равная борьба, когда поставленные задачи будут сопоставимы с теми, которые он может решать в Амстердаме, в Пекине или в Сеуле. Вот эта история очень важна. Я бы про нее разговаривал с молодыми исследователями и задачи такие от государства, от корпораций ставил. Мирового уровня. У нас задачи мирового уровня. Куда ты поедешь? Против, а и так все будут знать. Из Екатеринбурга. Ну, и, конечно, города, в которых живут исследователи, и как и города, в которых живут айтишники, они должны быть крайне привлекательными для жизни. Ну, было бы неплохо, конечно, климат, но я считаю, что, кстати, в Екатеринбурге климат ничего. Такой хороший. Ну, да, зима, настоящая зима. На лыжах ходил, на щеки отморозил. Это что у нас тут может быть? Ну, можно зимой побегать на лыжах, поиграть в хоккей. Летом прекрасное лето. Поэтому я как-то положительно даже к климату Урала отношусь, а место это прекраснейшее. Но кому-то надо потеплее, значит, там можно делать офисы исследовательские, в том числе и университеты. Задачи. Нужны задачи и привлекательные места для жизни. А эти задачи, они должны идти от партнеров, или, может быть, сам университет может какие-то фундаментальные наутишные задачи ставить студентам? Ну, вот с фундаментальными задачами немножко, мне кажется, посложнее. С партнерами проще. То есть, если вы способны... Ну, то есть, двухэтапность вхождения в задачи, я бы сказал. То есть, первое, вы хотя бы у себя в университете должны... Конкретные люди должны появиться, которые умеют входить в коммуникацию вокруг вопросов мирового уровня. Еще не исследовать, а просто разговаривать. Не знаю, там, про мозг, про сердце, про космос, про атом. Ты должен входить в проблемную, давай так назовем ее, проблемную коммуникацию вопросов мирового уровня. А потом уже из них ставить фундаментальные задачи или прикладные, если у вас там партнер есть. Вот такой аспект развития интересен, потому что тогда ты партнеру наконец-то интересен. Ты понимаешь, что происходит и какие возможности для решения этой исследовательской задачи или, по их мнению, нерешаемые должны быть. И также должна быть некая встроенность в такую экосистему университетов. Ну, давай на примере России. То есть, если ты эту задачу не можешь решить, у тебя точно должен быть университет-партнер, например, там, Новосибирский госуниверситет с своим академигородком, который ты можешь туда сбегать, и они тебе решают, потому что это их специфика. Это, ну, у нас Уральское отделение академии наук, у них там Сибирска, вот она, кооперация прошла. Пусть они там даже думают, что это борьба с московскими, как бы университетами, вот на Урале и Сибири пускай, но мне кажется, что вот встроенность и понимание экосистемы УЗОВ еще сверху нужно для современного ученого, куда и с кем включиться в коммуникацию, если ты сам не можешь шить, а задачу взялся. Мне кажется, исследователи боятся задач мирового уровня, потому что на выходе же нужно получить публикации, а если задача крупная и сложная, ее решают всем миром, то опубликовать статью в этой сфере будет тяжело, значительно тяжелее, чем написать какую-то локальную работу, опубликоваться в локальном журнале и получить себе галочку, зачет, публикация. И соглашусь, и нет. Вот это как раз два типа, давай будем говорить, ученых. Мы видим два типа этих студентов у нас на обучении. То есть ты можешь взять на проектную практику простой проект, получить за него пятерку и быть в нулевой волнении выбора. Супердейственная система, и многие так поступают. А зачем брать сложный проект? Ты, блин, за него получишь тройку. Так ведь? Не попадешь в волну выбора. Но, как говорится, зато у тебя была площадь этих роз полная. Ну, то есть ты был в задаче мирового уровня. Это тут наши недоработки, и мы ее обнаружили. Вот в последний год мы видим эту тенденцию, про которую ты сказал у студентов. Значит, ее нужно психологически перебарывать. Но есть люди, которые после такой соответствующей лекции придут и скажут, бог с ним с этим БРСом, я готов решать задачу сложную. Давайте. И тут тебе нужно за это ответить. Я думаю, что ученых так же. Бывают такие, которые говорят, ну, пусть не будет статьи. Ну, будет хорошее через три года, а может через пять. Ну, прям в Nature там, в Scientific Report. Это же будет классно. Ну, то есть делать что-то очень хорошее одно гораздо важнее, чем 20 conference paper, как я и сказал. Это все-таки исследовательский протокол и бесстрашие внуки. Ну, а вот вы оцениваете преподавателей по количеству публикаций в конце года, в конце квартала? Есть такая метрика или это все из советского прошлого? Университет, конечно, оценивает. Но я сейчас сторонник того, и год уже провожу эту политику, не стесняясь, что главной милой оценки исследователей нашего института должно являться объемы НИР. Это может быть грант, и для него нужно статьи какие-то сам должен строить свою здесь траекторию. И я поддерживаю только вот эти проекты, как институт командировками, платы публикаций и так далее. Потому что это позволяет тебе вынести в валидацию темы, которые занимаются у тебя ученые, немного за пределы этого факультета или кафедры. По факту с грантом решение принимает РПФИ или как РНФ, а с НИРом партнер принимает. У тебя хороший ученый, мы ему сейчас закажем. И ты его тоже поддерживаешь. Такое как бы софинансирование можно устроить этой деятельностью, потому что есть доказательства того, что он чем-то актуальным занимается. Поэтому я спокойнее смотрю на статьи, кому надо, пусть публикуются. В университете показатели есть. Но мне сверх важна история успешных работ, когда есть финансирование со стороны, как признак того, что все правильно, все нормально, молодцы. То есть, хорош тот ученый, который привлек больше средств на исследовательские нужды. Для начала вообще привлек, а потом уже больше или меньше. Там надо смотреть, потому что бывают работы на перспективу. Мы же можем даже инициативный ОКР делать, там немного денег. Но партнер говорит, мне надо проверить гипотезу. Если у тебя получится, я приду с большим договором в рамках космической тематики или еще какой-нибудь. Здесь не так все просто, но если меня убеждают, я готов и как университет софинансировать темы, по которым еще нет денег партнера. Но я считаю их актуальными, потому что есть подтверждение. А как ты думаешь, возможно ли развитие локальной российской науки в режиме определенной изоляции, которую мы сейчас испытываем? Ну, на мой взгляд, это почти нереально, но давай разделим. То есть, все-таки решение исследовательских прикладных задач, классические R&D задачи для предприятий, мы можем их решать здесь, развиваться и так далее. Но входить в повестку мировых исследований, мировых задач, которые там стоят, наверное, без коммуникации с зарубежными университетами невозможно. То есть, здесь однозначно и проблемные первые разговоры, но они могут годами длиться, да, и вхождение в кооперацию исследовательскую, оно просто обязательно, ну, по одной простой причине, исследование ведь дорогая штука. Ну, давай возьмем, например, на область близкую тебе, там, радиоэлектроника, микроэлектроника. Ну, это же сверх затраты всегда. И тут ни один университет в одиночестве не потянет, ни один промпартнер не потянет. Это же объединение, и мир доказал, что здесь надо объединяться для этих исследований прорывных, потому что они очень дорогие, но они разделяемые. То есть, кто-то специализирует на чем-то, и у всех получается общий прорыв, поэтому она все равно будет, эта кооперация волей-неволей неизбежна. Ученых не остановить политикой? Не остановить, и все равно на каком-то уровне коммуникации же идут. Да и для нас это полезно, вхождение хотя бы в поле коммуникационное, то есть, чем занимаются, а есть ли это проблема, существует ли она, будет ли она как-то решаться в материаловедении, в электронике и так далее. А может быть, нам проводить локальные конференции здесь у нас в России, на которые приглашать бы из-за границы авторов, членов программного комитета? Может быть, это решение по преодолению изоляции? Раз нас туда не пускают, может быть, в обратную сторону двигаться? Ну, здесь, как бы, это один из инструментов. То есть, вопрос, конечно, поедут ли, да, но насколько нужно сделать интересную конференцию представительную, чтобы поехали, ведь я же говорил, что период суперисследования, вот когда он все может, он не очень длинный, и он на треки максимально эффективный. Куда ты поедешь? Ты поедешь на конференцию, которая, ну, достойная тебя, и здесь вот надо быть достойным приехавших, достойным своих, как бы. Я уверен, что у нас компетенций еще достаточно в стране и сохранено, и разве, и мы можем это делать себе. Было бы хорошо, чтобы это получилось. А скажи, вот как появление этих решений в области Large Language Models, ChatGPT, как оно отразилось на процессе образования? Уже год прошел, чуть больше года с момента появления этих инструментов. Стало легче учить студентов, стало труднее? Что мы чувствуем? Мы хорошо себя чувствуем на этот счет, у меня нет никаких там суперопасений, что все пропало. Но, во-первых, у нас же все-таки у студента нет там защиты текстовых работ, даже пусть с исходным кодом, но даже если нейросеть помогла написать исходник, ты все равно там достаточно много в нем сам руками делаешь. Хотя мы видим студенческие работы, где, условно говоря, 70-80% сделаны генеративной сетью в программировании, да, там верстка страниц или веб-разработка. Но если он может все объяснить и показать, что сеть это сделала не очень, ну почему нет? У него работа такая будет в будущем. Просто надо объем этих задач увеличивать, раз он помощника нанял в виде нейросетки. Поэтому здесь мы как-то очень положительно рассматривая, и даже, я бы сказал так, было бы здорово в базовом курсе информатики, который есть во всех университетах, этот блок ставить. То есть все должны им пользоваться и понимать его возможности и ограничения. Ибо сейчас все говорят, хайп, о, вот это может, это может. Прекрасно. Берите и пользуйтесь. А потом еще в рамках курса прикрутите его в какой-то конкретной задачи и посмотрите, эта технология имеет ограничения сейчас, как они будут определены. Вот это был бы прекрасный пример. Ну, собственно говоря, мы ровно туда и идем. Поэтому пусть используют и преподам, это же отличная помощь преподавателю. Разработка тестов, заданий, она полностью может быть тоже отдана им. По математике он же отличный, по программированию задачки придумывает. Только их придется хитрить, тебе придется их как-то немножко менять, потому что если уж он придумал, он ее и решит. Ну, и сопоставим мы с ней. Поэтому здесь нам немножко творчество придется проявить, но у преподавателей появился хороший помощник. То есть вы не запрещаете студентам использовать эти инструменты для генерации, например, курсовой работы, описания курсовой работы, сопровождить, сопроводительные материалы, сам код? Никаких запретов нет? Никаких запретов нет. Более того, это пока еще достаточно сильно видно, что они это используют. Вот. И на последнем, кстати, чемпионате рукод, который мы проводили с МФТИ, мы были столице рукода в этом году чемпионата, там были задания по искусственному интеллекту. Как раз одно из заданий было связано с тем, чтобы распознавать текст, написанный искусным интеллектом, методами искусственного интеллекта. Вот это же прекрасная история. Это же всегда будет борьба. Поэтому что запрещать? У реально действующего программиста этот инструмент будет доступен в офисе? Будет. Все, бери и пользуйся и понимай, как поменяется процесс твое обучение. Что же запрещать-то? Они все равно обманут, если надо. Если мы будем бороться против чего-то, не используйте. Мы же все понимаем, что это студенты, это молодые, очень гибкие, бодрые люди. Ну и девушки, юноши обойдут. Прокторинг ломают, систему выбора ломают. Они все равно пробуют эту систему на устойчивость, на вкус. И мое мнение, что чем быстрее мы поймем этот инструмент о возможности ограничения применения в конкретных отраслях, тем лучше и быстрее будет. И вообще тема-то хорошая, ей же надо пользоваться, делать что-то. А может быть роль преподавателя вообще исчезнет в перспективе? Вот если подумать, сейчас уже у нас есть искусственный интеллект. У нас есть YouTube, на котором практически, я думаю, все лекции, которые вы преподаете в университете, они все есть на YouTube от разных других университетов. Все это можно послушать. Есть книги. И мы сюда еще и добавляем искусственный интеллект, который может на основании этой всей информации сгенерировать для меня какой-то интерактивный материал. Нужно ли вообще будет в итоге студентам приходить к преподавателю и с ним общаться, так сказать, фейс-то-фейс. Мы впервые увидели же эффект в рамках пандемии, да, то есть когда у нас все быстро стало онлайн, мы поняли, что знаний-то в интернете достаточно много. То есть знаниевая компонента образования в области IT уж точно в интернете лучше и больше, чем мы сгенерируем сами. И нужно это просто-напросто себе признать. Но два инструмента повторить тяжело. Например, лабораторный по физике, ну хотя уже тоже делают по радиотехнике, по схемотехнике, по электронике, как ты их будешь делать. Нужно лабораторное измерение, как бы, коктурирование схем, понимание вот этих процессов. А второе, групповая командная работа, которая является основой любой этой компании, ну вот проекты групповые и в исследовательских командах также, как ты ее заменишь. Она тоже должна быть с присутствием преподавателя и команды. Поэтому роль преподавателя не исчезнет, будет серьезно меняться его роль. Например, ты прав. Сгенерить контент по какой-то теме для того, чтобы знания студентов удалить можно. Но а правильно ли оно сгенерено? Кто будет валидировать тот результат, который искусственный интеллект дал? По этическим требованиям кто будет его валидировать? Кто будет его по техническим требованиям, по истинности, валидировать? Вот будет тот, кто имеет этот опыт работы в этом направлении. Поэтому у него будет другая чуть-чуть роль преподавателя. Я уверен, что они не исчезнут, просто у них будет иная жизнь. То есть, поменьше рутины, которые искусственный интеллект заберет, побольше внимания к студенту, коммуникацию к ним, которую пока искусственный интеллект не сможет сделать. Поэтому пока за преподавателя я бы не боялся. Тем более, их еще и нехватка. Поэтому чуть-чуть пускай вырастет их производительность педагогического труда за счет снятия рутины, использования специнструментов. И плюс появятся профессии создания новых инструментов. Хорошо бы, чтобы искусственный интеллект не только проверял, что у тебя код выполняет то, что надо, и то, что он соответствует задаче, а еще качество. Насколько оптимально он тебе сделан. Вот такие задачки можно поручать. Мне кажется, это просто возможности огромные для нас, как для преподавателей в этом направлении двигаться. А вы сами, как университет, свой цифровой контент выкладываете в интернет? Есть какой-то канал на YouTube, где, допустим, все лекции по программированию, все лекции по дизайну? Существует такое? Что-то, наверное, существует. Но это не централизованная история. То есть каждый преподаватель здесь за себя действует. Но у университетов же есть платформа единая российская, где все ассоциации университетов, open edu, где мы выкладываем свои курсы. И вот очень много курсов нашего университета на этой платформе существует. Там это выглядит... То есть там тоже, конечно, есть видеоконтент, там есть симуляторы-тренажеры, задачки, тесты и так далее. Просто YouTube нельзя пользоваться в университете для того, чтобы прям курс взять. А эта платформа легальна для российских университетов. И ты можешь совершенно официально курс в программу взять. Это очень важное требование, без которого нельзя жить. И у тебя автоматически там практически заключается сетевой договор, что ты берешь чужого университета контент и пользуешься. Вот на этой платформе контент, конечно, университет в большом объеме представлен. То есть вы, как университет, можете взять контент, созданный другим университетом и вставить в программу, и ваш студент будет его слушать. Да, да. Там прямо курс уже с системой тестирования. Там полноценный онлайн-курс. Другое дело, что у онлайн-курсов успешность не очень высокая, и ее нужно повышать. То есть если просто бросить человека на производство судьбы на онлайн-курсе, его успешное освоение будет в районе 7%, 7-8%, ну, по нашему наблюдению. А вот смешанная модель, когда онлайн-курс был в сопровождении, допустим, онлайн-курс МФТИ был в сопровождении нашего преподавателя, а это другая роль, да, сопровождающий студентов в онлайн-курсе, то повышается успешность под 90%. Она даже выше, чем в онлайн-форме. Потому что контента посмотреть можно на завтраке, в такси, в самолете. У тебя немножко больше времени для работы с этим. А потом уже прийти с преподавателем, обсудить как сопровождающим. Что-то не получилось, не понял, консультация и так далее. Я вот готовился к нашему интервью и нашел такую статистику, такой факт, что Уральский федеральный университет в 23-м году, то есть в прошлом году, занял 10-е место по версии Forbes и 15-е место по версии Interfax в рейтинге российских университетов. Это здорово, высокое место. А вопрос отсюда. Какие действия нужно предпринимать? Какой секрет успеха, какой рецепт успеха попадения в эти рейтинги? Как кажется? Очевидно же, что все об этом думают. Качество образования, привлечение талантливых абитуриентов. У всех здесь свои фишки есть, но мне кажется, ключевая особенность нашего университета, на которую мы большую ставку делаем в последние годы, но я не знаю, как институт, который это делает точно, это все-таки ставка на промпартнера. Но представь себе, что Урал все-таки регион промышленный, и количество предприятий очень и очень приличное. И предприятия-то очень приличные. Поэтому берись с ними, доработай. Вот они тут есть. И решая сначала кадровый вопрос, то есть режим заказчик-исполнитель, мне нужны специалисты, на, возьми, под твои требованиями готовы работать, до перехода уже в партнерские отношения. А давай проверим эту научную гипотезу, чем мы будем заниматься дальше, давай дообучим наших сотрудников по повышению квалификации, потому что крайне необходимо. Это вот доверие и такая длинная совместная работа. И я считаю, что ставка на партнеров в этом случае очень сильно играет. А как они определяют это место? Какая там механизм выборки? На что обращается внимание? В смысле, партнеры у нас? Не-не, как сам этот вот Forbes, Interfax, как они определяют, кто на каком месте, какой университет? Ну, мне кажется, очевидно, что там есть какие-то анкеты, экспертизы. То есть я здесь в тонкостях не владею, я же как это, я знаю, как студентов учить, как с партнерами отношения налаживать. Я про это готов бесконечно говорить. Рейтинги, ну, это хорошая вещь, как бы, но в них же надо попадать закономерно, потому что ты крутой, и тебя включают. Поэтому я за то, чтобы и рейт-рт-р был очень крутой, и тогда там с рейтингами вопросов не будет, и международных, и российских. Мы все равно участвуем. А вы обращаете на это внимание? Вам важно это или так? Есть и есть этот рейтинг? Ну, мы даже за какой-то отвечаем, но я все-таки считаю, что это такой уже индикатор твоего успеха, того, что ты создал как систему. Вот подтюнилась и надо под рейтинг. Прежде всего должно быть создана вот эта база, в которой ты можешь там поработать, и она действительно ведет к успеху, и тогда вот он успех в рейтингах. Это такая история. Не ради рейтинга мы работаем. Я представляю, что это ради этого мы были, ну, это уж как-то грустно даже. Мы хотим, чтобы образование было интересным, хорошим, успех был у выпускника хороший, высокий. И мы ими гордились, и они с удовольствием к нам возвращались. А если бы сейчас тебе предложение пойти в какую-то корпорацию на роль в должность топ-менеджера, на, может быть, большие деньги или сравнительные деньги, согласился бы? А это, тут не бы, то есть, такое предложение поступает регулярно. Ну, то есть, и в прошлом летом я проходил собеседование в Москве, и тут от одной корпорации регулярное предложение приходит. Но, смотри, у человека, у которого гигиенический уровень дохода решен, он может позволить себе небывалую роскошь. Он может позволить себе работать так, как хочет, где хочет, и реализовывать свои внутренние идеи и амбиции. Это высочайший уровень счастья в карьере и в работе. Ну, или в собственном бизнесе. А я же тебе в начале интервью упомянул, что вот та модель, подсмотренная там в Стэнфорде или в MIT, профессор со студентами, высокотехнологичный стартап. Вот эта модель. Вот в этом, я считаю, высший пилотаж университета профессора и студента. Вот когда эта культура будет такой более-менее массовой, в инженерных историях, я в нее там очень сильно верю, тогда у тебя и исследователи будут появляться, и предприниматели настоящие, и тебе само будет работать совершенно по-другому. Я в эту историю верю. А работать в корпорацию я не хочу. Ну, то есть, у меня какой-то, видимо, другой склад характера. Ну, конечно, наверное, смог бы, но пока отказался оба раза, таких серьезных были предложения. Я и так в корпорации, университет-корпорация. Просто, к счастью, у нас у институтов есть относительная автономность принятия решений. То есть, декан – это такой небольшой ректор. Совсем небольшой, но он все-таки серьезно самостоятельный в принятии решений. Как будешь развиваться, какие программы, как со студентами отношения строить, как у тебя деканат будет работать, как преподаватель. Это все тут решается. И какие зарплаты, и кого ты пригласишь работать, ты сам себе небольшая корпорация. Поверь, это достаточно интересная работа. Если я не ошибаюсь, Google был создан как-то так. Были студенты, и был один из их профессоров из Стэнфорда, который дал им какие-то первые инвестиции, на которые они построили первый прототип. Что-то в этом духе было? Ну, там, как правило, комплексная система. То есть, он такой первый венчурный инвестор, по сути. Там не столько важны деньги, сколько компетенция и связи. Вот у хорошего профессора, у него уже связей достаточно много, потому что ему еще же верят. Он же по умолчанию не дурак. В смысле, у него там справка есть в виде дипломов, конференций и так далее. У него все это есть. Поэтому, я думаю, что да, это отличный вариант нормальной такой инвест-ячейки, стратегической инвест-ячейки. Пробовать ее надо. И многие вузы, мне кажется, в эту сторону идут. Кто-то явно, кто-то неявно. Но мечтают о такой модели многие. Возможно, это и есть университет нового поколения. Сюда бы действительно еще добавить партнеров, которые могли бы, доверяя этому профессору, давать ему стартовые деньги, которые бы он распределял между своими студентами и дальше их курировал. Как-то так ты это видишь? Так и так должно быть. Но я думаю, что похитрее схемка. То есть партнеры должны скидываться в некий венчурный фонд возле института. Потому что, ну что, они будут сами тут возиться. А вот уже фонд, как это в мире принято, принимает решение, кого поинвестировать. Потому что у них есть время разобраться с этими стартапами. А вот дальше, не знаю, есть право преимущественного выкупа, если вам от этого стартапа подходит. Или еще что-то. Ну вот история чуть-чуть как бы посложнее по шагам. Потому что, ну не надо выкупать сразу же у предпринимателя долю партнером, потому что вы его лишите этого проекта. Надо потихоньку. У меня последний вопрос. Самый важный. Как тебе кажется, преподаватель в УЗИ – это мотиватор, пример, или это тот, кто объясняет, или это тот, кто, может быть, дисциплинирует и наказывает. Какая главная его миссия, главная его роль, если выбрать из всех возможных? Что в первую очередь? Да, то есть ты как вопрос задаешь, как сейчас или как я думаю? Как хочется, чтобы было. А, ну, то, что меня всегда покоряло в УЗИ, когда я учился, что для меня, конечно, преподаватели были многим образцом. То есть я у них, ну, учился не столько там, условно говоря, математики, сколько вот ощущение, что, ну, крутые же люди. Ну, вот возьми и стань таким же там, таким же деканом, заведующим, профессором. Они мотивировали и были в некотором плане образцом, ну, по какому-то направлению. Я считаю, что это такая главная миссия с собственным примером заражать успехом. Это, конечно, обязывает преподавателя быть достаточно успешным. Ну, вот не уставшего жизни, а именно успешным. А это решается именно, опять же, сложными задачами и достаточным уровнем дохода. Ну, давай его назовем гигиенически, когда ты о деньгах можешь позволить себе не думать. Ну, то есть они тебя не беспокоят. Да, может, ты там не летаешь каждую неделю отдыхать на Мальдивы, но о деньгах ты, в принципе, не думаешь. Они тебя мало беспокоят. Ты знаешь, что ты обеспечен. И вот тогда можно играть. Этот уровень у каждого может быть разный, ну, для счастья, как бы. Но вот это состояние, оно главное для преподавателя, мне кажется. А то, что барьеры, угрозы, это какой-то, мне кажется, не очень действенный. Хотя работает способ, но я вот за другое. Я даже больше за такую захолократию в коллективе и партнерство со студентами. Студент из роли клиента, заказчика, иногда должен переходить в состояние друг друга и партнера. И ты должен с ними и разговаривать, и общаться, и объяснять то, что ты делаешь. С теми же индивидуальными траекториями мне пришлось очень много разговаривать со студентами. Ну, надо же объяснить, что ты задумал. Что пришел там, ерунду куда-то впаривает. И у меня был большой цикл объяснений промышленным партнерам, преподавателям, студентам. И самое главное, их родителям. Потому что прибежали родители, ты что тут делаешь? Это что, где факт? Ты спокойно, спокойно, спокойно. Все будет хорошо. И сейчас многие не понимают, как могло быть иначе. Но объяснять, это такая вот аккуратная работа со стейхолдерами всех процессов разъединения, она обязательна. И вот для преподавателя тоже важная история. Вот он студент. Ты хочешь его унизить или вдохновить. И вот те варианты, про которые ты говоришь, бывают все. Я, конечно, за вдохновение, за дать шанс, за обгони меня, пустя, ничего круче. Ну, вот такая история. Позитивный взгляд. Спасибо большое. У меня кончились вопросы, но было интересно очень. Надеемся, что в итоге интервью придут к тебе а, студенты и б, партнеры. Я так понял, что нужно и первое, и второе. Тогда будет все жить и развиваться. Пока всего хватает. Немного важная история, которую я упустил, увлекшись IT-образованием, в котором, мне кажется, мы достигли определенного успеха. Это радиоэлектроника, радиотехника. Она все-таки была не так востребована в последние годы. А сейчас мы переживаем необычный бум и взрыв потребностей в этих кадрах, как в университетах, так и в компаниях, и в предприятиях. А взять-то неоткуда. И вот сейчас мы такой маховик раскручиваем обновление радиоэлектронного образования. И эта проблема стоит перед массой инженерных университетов страны. А как быстро это обновится? Потому что у тебя предсостав-то другой, а материальная база, а ты в нее вкладывался? А нет. А почему тут мало же студентов было? Зачем? И партнеров не было. А сейчас и партнеры пришли. И тут только прям выдохнуть и бежать, выдохнуть и бежать. Потому что очень интересно стало. Поэтому сейчас супер важная история именно образования в области радиоэлектроники. Микроэлектроники. А будет такой момент, когда ты скажешь, все, партнеров хватит и студентов мне хватит. Это потолок, мы на этом пределе будем дальше держаться. Я так сказал в прошлом году, потому что мы перевалили вот эту тысячу, мы ее выполнили второй раз. И я успокоился, все, у меня маленький факультетик на тысячу человек превратился в большой университет. Шесть тысяч студентов у меня сейчас. Это большой объем студентов. Это прям много людей. Но у нас новый кампус. У нас в 25-м году задается новый кампус на 40 тысяч квадратных метров и еще одно мое задание. Чем ты его будешь заполнять? Я хочу и это сохранить, ну как нормальный, жадный человек до всего хорошего. И там хочу все развить. Поэтому у меня новый амбициозный план захвата рынка образования дальше. Потому что IT мы поняли, теперь радиотехнику поймем, а еще есть инфобез. Непаханное поле. В инфобезе у стороны потребности огромные, мы это видим сейчас, и скорее всего они не исчезнут. Ну то есть эти потребности. И там можно очень отлично сыграть в новую большую историю тоже с количеством, с качеством, с интересными партнерами задачи. И там есть рост. Это самое растущее направление в последний год у меня. Инфобез. Поэтому в него будем вкладываться, его качать. А там, глядишь, появятся направления стыковые, смежные, как все университеты в мире доказали. Мы с тобой упомянули этика искусственного интеллекта. Или искусственный интеллект в металлургии. Или там искусственный интеллект в медицине, здравоохранении. Это же стыковые вещи. Как ты будешь с ними быть? Так компьютерное, цифровое, или математическое моделирование. И так, и так надо. И это еще расширение. Поэтому я думаю, что может закончиться, не может это закончиться. А дальше, не знаю, экономическая история. Экономисты экономики, которая пережила цифровую трансформацию. Наверняка ведь другие какие-то они должны быть с новым типом навыка. А где ты их возьмешь? А ты чувствуешь конкуренцию относить от похожих IT-университетов? Допустим, Иннополис, Сколково, таких свежих, новых, которые тоже интенсивно развиваются? С удовольствием. Понимаешь? Мое шевеление их напрягает. Их успехи немножко вдохновляют меня. Поэтому я очень люблю ряд университетов. Но мои главные, как тебе слово, эти хорошие друзья и там как бы конкуренты по поляне по этой. Я очень люблю эти университеты. Это и тмо, безусловно. То, что Владимир Владимирович делает там, это потрясающая вещь с Дашей. Я вот как они преобразовали университет, для меня это пока в голове не укладывается. Я счастлив, что в это время живу и вижу, как можно делать. И для меня это вдохновение, а не как преподаватели хорошие, про которые я говорил. То, что делает Томск, там и Тусуров электроники, и ТГУ, войти, это тоже такой бенчмарк, на который я обязательно смотрю. Ну и другие университеты очень хорошие. Для меня не про московские, просто в Москве там надо разбираться еще. Нижний Новгород, университет Лобачевского. Прекрасный университет, отличные люди. И это больше друзья, мы коммуницируем на этом уровне, но мы же конкурируем за базу абитуриентов, за исследования, за ученых. И это как бы и то, и другое. Поэтому, конечно, есть. И вот я рад, что у нас в России это все как бы не остановилось, а в развитии. А бывает так, что студент у вас заканчивает бакалавриат, а уходит в магистратуру, например, в тот же Томск или в ЭТМО? Да, я считаю, что это достижение, но он же пошел туда. Поэтому, вот здесь самое опасное окуклиться и зациклиться, сказать, ох, вы уходите, ох, вы сволочи, бросили нас. Не-не, работай, чтобы к тебе приехали из МФТИ, из ЭТМО, из Питерского политеха, из ТГУ, из Новосибирска. Работай так, чтобы к тебе магистратуру приехали. И мы сейчас за последний год провели огромную работу в магистрской школе. Вот. Это как бы отдельный можно час посвятить тому, какой может быть взгляд на магистрскую школу. То есть, это выделенное подразделение у меня называется школа магистратуры, где мы строим свои правила тоже с траекториями, с партнерами и прям иначе взгляды на радиотехнику. Потому что ведь мало того, что объяснить, пойти к тебе в ВУЗ, вообще попробуй объяснить, зачем человеку магистратура в текущем мире. Он получил бакалаврский диплом. Это высшее образование в стране признанное за 4 года. Иди работай. А у тебя план 500 человек магистратуру набрать. Где ты их возьмешь? Родственников. Укончатся они быстро. Поэтому надо играть очень честную, такую порядочную, системную игру. И у нас в прошлом году мы 500 человек набрали. Мы удвоили магистратуру за год. Удвоили. И 263 контрактника. 260 человек заплатили за свое образование в магистратуре. Даже один на радиотехнике есть. Куда был риск недобора всегда. Контракт один есть. Поэтому я считаю, что если ты умеешь проектировать продукт от рынка партнерского, труда, исследовательского, правильно, учитывая, кто у тебя на входе, то есть выпускник радиоинной магистратуры, айтишный, физики, математики, гуманитарий, и под него готов собрать программу, под его потребность и мечту, то у тебя будут в магистратуре люди. А откуда они, куда твои уехали, мелочи. Ну, такие как бы. Нормальная ситуация. Пусть едут. А сколько стоит магистратура, если не секретно? Ну, самое дорогое, я думаю, что все в районе 200 плюс, 220-240 в год. И это и недорого сейчас, и как бы нам позволяет на полуо держаться. У меня еще, к сожалению, просто одна привычка дурацкая. Я люблю считать экономику созданного процесса. То есть, когда ты живешь в трансформационном процессе, ты задумал и сделал, тебе нужно постоянно подключать еще один кусочек мозга. А это сделал, оно в убыток тебя загонит, ты не сможешь никого нанять, те все разбегутся, или ты в ноль или в плюс. Вот магистратская школа в прошлом году у нас на февраль месяц прошлого года вышла в ноль. А я считаю, это уровень подвига, потому что это дорогое образование в малых группах, мало же там специализации идет, и короткий цикл образовательный, но много внимания им уделяется. Но в прошлом году мы в ноль были, а сейчас, я думаю, что мы еще тихонько в плюсы ползим. И это хорошо. Именно за счет объема, то есть образование можно регулировать здесь, не просто совсем. И, ну, мы цены подняли дважды на 20% каждый год. Ну, надо пробовать проверять разные гипотезы, в том числе и ценовую, как бы, ну, поднял, пришли, работай больше, претензий больше, давай мы тоже ответим и хорошо сделаем. Это позволяет людей нанимать на рыночные условия, переманивать. Преподавать. Как в бизнесе. Ну, преподавателей, давай говорить, там, научно-педагогических работников. К мегистурии все-таки еще и исследователям нужно действовать. Совет бы неплохо. Ну, и партнеры же вам помогают финансово. Мне кажется, для вас основной доход это все-таки не вот эти деньги от студентов, а партнерские инвестиции. Или я ошибаюсь? Немножко по-другому, да, смотри. Во-первых, сейчас запрещено открывать программу магистуру, в которой нет партнера. У меня. Просто нельзя и все. И главная задача партнера это все-таки валидация структуры учебного плана, образовательного контента, то, что внутри лежит, тем проектов, дипломных проектов, потому что партнеры в IT иногда сильно больше нас знают в отдельных направлениях. Это раз. А второе, мы не берем с них деньги. Давайте компетенциями. Помогите нам нанять преподавателя и платите ему сами. Или дайте своего препода. А основное у нас до сих пор деньги студентов, потому что партнер нам их экономит. Давайте их тратить правильно. Давайте разрабатывать новые курсы, улучшать старые, покупать оборудование. Мы за 4 года весь, все этажи отремонтировали. У нас прекрасная установка. Потому что это IT-факультет, он должен выглядеть как IT-компания. Должно быть красиво и приятно. Поэтому это неизбежно как история. Так, ну завершая, да, завершая, приглашаю студентов к вам и приглашаю партнеров. Я так понимаю, что там приезжают, бывают. Димита нет. Мне очень захотелось, да, в роли преподавателя. Но попробуем, будем на связи. Давай, мы можем тебя онлайн подключить и ввести в ней. Хорошо. Все, я заинтересован. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok